Так, всем добрый вечер, ребята. Сегодня мы сходили в тафель. Не прикрывай. Мы сходили в тафель. Не прикрывай, динамик. Я не прикрываю, не кричи. Что мы получили? Пекинскую капусту сегодня получили. Грибочки нас тут дали. 350 грамм. Лучок. Это с прошлого тафеля. Вот такую капусту дали цепную. Вот еще одну капусту дали. Так, перчик дали. Хороший перчик. Лучок. Это уже неделя прошла? Морковку нам дали. Так, это имбирь или что это? Что это? Что это? Мы не знаем, что это? Мы спрашиваем, что это? Что-то жарко. А вот это... Это спаржа. Спаржа, или что? С соевым, с чесноком, да. Кто знает, буси рецепты нам подсказывают. Да, жарко. Так. Баклажан нас дали. Да, все, дальше. И что-то еще нам дали. Иди сюда. А, редисточку с капустой нам давали. Овощей нам много дали. Дальше переходим. Нам давали вот такие сливы. Огромные. Колбаса. С маленькими уже пробовали. Колбаску. Ну и дали дальше. Овощам пошло. Не знаю, что это такое, но для салатов. Манго. Так вон еще покажи там. Манго. Фрукты давали. Так. Такое виноград. Вот еще виноград давали. Еще какие-то листья для салата. Пусочек огурца. Вот она уже немножко дали. Вот еще какая-то. Вот это дали. Это какая-то микроволновка, наверное, или в духовке запекать. Не знаю, на любителям. Петрушечку дали. Мясо. Мясо. Да какого оно? Два таких салатика вот. С соевым соусом. Не знаю, мы не пробовали. Вот салат еще дали. Вот такой. Будем пробовать. Пока не поздно, пока не пропало. А, ну ее угродали. В принципе, вот это все нам выдавали. Вот это покажи. Я показала, да. О, Наташкин салат. Будем пробовать. Напишите ваше мнение о нашем стафеле. Да. До встречи. Всем приветики еще раз. Всем привет, ребята. Кстати говоря, вот такое вот жилье выделили нашей хорошей знакомой. Это такой вот фургончик для одного, но в таком фургончике живут и по двое, и по трое человек. В принципе, места здесь достаточно. Ну, это, конечно, не те условия, которые давали до этого, но в целом нормально. Единственные минуса, это то, что душ и туалет, и кухня на улице. Сейчас, тем более, такая погода, дожди, и, короче, очень все это некомфортно. Мы можем показать. Ну, потом покажем. В общем, мы долго не выставляли видео, не появлялись, но мы решили возобновить. Возобновить этот процесс. В общем, какие у нас новости. Вот тафель мы вам уже показали, это на самом деле получили не мы, а наша знакомая. Ну, как бы вот такой вот тафель. Да, такой тафель получили, фрукты, я думаю, для этого человека. Ну, это мало, мы там в следующем видео конкретно будем видеть для тафеля, можете видеть, что было в тафеле. Там делали распаковку. А сегодня мы приехали к знакомой нашей, и что мы делаем? Мы будем заполнять анкеты, анкеты насчет. Нас попросили помочь. Помочь, да, попросил человек помочь, потому что нужно до конца месяца заполнить анкеты, потому что мы не получим деньги в следующем месяце, если не заполним эти бумажки. Продление выплат. Да, продление выплат. Я думаю, большинство все знают. А это мы перебиваем. И здесь тафель. Перебиваем Настю, это мы купили себе домой. Там помидорчики. Такая вот была рыба по акции. Она уже блин растаяла. Типа с брокколи, бананы, какая-то намазка. Сырок такой попробуем. Вот, я не буду показывать. Да не надо, ну убери, Настя. Не нужно? Этот. Ребят, с какими мы вообще новостями? Мы уже подали заявку на... На мебель. Не на мебель, а на то, чтобы квартиру получать. А, ну, и то, и то мы уже сделали. Может, так сказать. Думаю, большинство. Кажется, не остановлюсь. Двухкомнатная, без балкона. Но мы, когда уже будем переезжать, мы, конечно же, покажем эту квартиру. Да, мы берем и все покажем. Честно говоря, мы были в шоке, когда мы зашли в эту квартиру, что мы там увидели. Как мы получили эту квартиру? Конечно же, мы в это поверили, потому что наши знакомые беженцы нам говорят, вы должны быстро съезжать, потому что вас отсюда выгонят. Но что мы увидели на той квартире, это был шок-контент. Нет, бычки, все в грязи, все кофе разлито. Папельский виноград, попробуем продать. Да, хоть протри. Короче, это, честно говоря, условия капец. Чтоб у нас так в Украине в таком состоянии сдавали квартиры, я не знаю. Мы пришли, все вещи, мебли, ладно, все разбросано. Не знаю, кто там жил. Бежки валяются, кофе разлитый на полу, надо тоже вымывать. Там просто на сток валяется, нож валяется. Я не знаю, что там было, кто кого-то либо бил, убивал, или что. Но это очень странно всего видел. Мы удивились, когда пришли, типа, что, ну, нам не было времени выбирать. И мы решили все-таки согласиться на эту квартиру. Мы согласились, и все мы сделали через неделю. Документы к нам пришли от шок-центра, что они нам одобряют эту квартиру. Также у Насти был день рождения. Много новостей, не знаю. И как бы, вот, еще мы подали деньги нам в мебель. Заявление. Заявление написали. Интересно. Уже прошла ровно неделя, пока что никакого ответа нам не пришло. Ну, везде по-разному. Кто-то говорит, деньги на мебель, талоны, то ли талоны с первого ноября выдают, то ли деньги. Но мы же даже записывали видео, но, короче, не знаю. Везде, в всех городах по-разному. Кого-то талоны выдаются, кого-то деньги. Так что проверяйте информацию, узнавайте. У нас из мебели остается только кровать. Матрасы вывозятся. Стол мы попросили и стулья оставить. Нам сказали, хорошо. В итоге сегодня их вывезли. Холодильник вывезли. Стиралка была не рабочая. Тоже вывезли. Шкафы повывозили. И, как бы, короче, она у нас, ну, грубо говоря, пустая. У нас только кухня остается. Ну, и кровать. Ну, на нее она матрасы, лампочки. Короче, карниз. Матрасы. Еще одна кровать, потому что у Насте и мне. Два стола нам заниматься, курсы. Владильная доска. Ну, короче, много всего надо. Утюг. Все, по мелочи, прям дошла, можно так сказать. Расписывайте, пожалуйста, когда вы пишете там на Библию, расписывайте все конкретно. Короче. Можно вам это подсказать? Если нужно, пишите в комментариях. Да. Образец может кому-то нужен. Ну, а так. А так, что мы пока что на том же деле, что нам давят лагеря. Потому что там находимся сейчас на мастях. Да, вот опять-таки. Так, поменты у нас, которые нам покажем. И заполнять делим бумажки. Так что пишите в комментариях, какое бы видео вы еще хотели бы от нас. Увидеть, что мы его уже сняли. Или какие-то, может быть, вопросы. Может, подскажут. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на наш канал. Будем очень рады. Будем стараться выпускать видео как можно чаще. Лайкайте. И мы рады каждому нашему подписчику. На нашем канале. Все. Хорошего вам настроения. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok